И снова приветствую вас, дамы и господа, сегодня мы продолжим обсуждать игры, которые не получили широкого признания наших геймеров. В этот раз речь пойдет не о консольной, а о компьютерной игре под названием Giant Citizen Kabuto, также известной в нашем пиратском переводе как Гиганты Гражданин Кабуто. Хотя, если бы игру переводил я, я бы назвал ее просто Великан с острова Кабуто. Должен сказать, что с этой игрой, как в принципе и со многими другими, я познакомился совершенно случайно. Мне ее никто не рекомендовал, и даже более того, никто из моих знакомых или одноклассников понятия не имел, что такая игра вообще существует. Итак, дело было ближе к концу 2002 года. Мне уже было 13 лет, и я учился в 8 классе. Этот период остался довольно мрачным в моей памяти, поскольку с началом переходного возраста ко мне пришло множество подростковых тараканов и переживаний. Так как музыка всегда имела для меня немалое значение, я еще с детства привык ассоциировать периоды своей жизни с определенными песнями. Либо с теми, которые я сам на тот момент слушал, либо с теми, которые я часто слышал у кого-то или где-то. Так вот, дело в том, что 12-летний возраст у меня четко ассоциируется с песнями групп Аква и Сэш. А вот мое 13-летие было таким же темным и холодным, как песня The Dark Side, немецкого технопроекта Hype Tracks. Но это было так для справки, чтобы вы понимали, что когда я делюсь какими-либо воспоминаниями из определенного периода моей жизни, то музыка, играющая на фоне, была выбрана не случайно. Она тоже имеет к этому периоду непосредственное отношение. Возвращаясь к теме, следует отметить, что мое знакомство с гражданином Кабута началось с червячков. Да-да, с той самой легендарной мультиплеерной игры, где побеждает тот, кто с помощью огромного арсенала первым превратил команду противников в червивый фарш. Просто в 2002 году именно у нас в городе она была на пике своей популярности, и в каждом компьютерном клубе как минимум половина компо была занята тем, что на ней кто-то играл в червячков. Я, естественно, тоже не остался в стороне и поучаствовал в немалом количестве замесов в вышеуказанных компьютерных клубах, как со знакомыми людьми, так и со случайными противниками. Ну и в конце концов меня посетила мысль, а зачем постоянно зависеть от компьютерного клуба, почему бы не найти копию игры и играть у себя дома? Поэтому я начал расспрашивать всех своих знакомых, друзей детства, одноклассников, соседских пацанов, нет ли у кого из них червяков на диске. И в конце концов у одного из одноклассников такой диск действительно нашелся, и он любезно согласился дать мне его на время, чтобы я установил игру. На радостях, принеся диск домой и вставив его в CD-ROM нашего домашнего компьютера, я обнаружил, что это еще и сборник. Помимо червяков там было еще две неизвестные мне игры. Второй игрой оказалась как раз гражданин Кабута, а третья игра, по-моему, называлась Ганлок, но я почему-то не могу ее сейчас найти. Поскольку консоли я почти забросил, а интернета у меня еще не было, с играми было довольно тяжко, поэтому я решил не мелочиться и установить сразу все, что было на том сборнике. И вот, наконец, у меня появилась возможность буянить в червяках, не ходя ни в какие компьютерные клубы, а сидя у себя дома. Правда, только когда родители не видели. Но чуть позже я решил заценить и две другие игры, а вдруг они тоже окажутся интересными. И вот этот Ганлок меня как-то не зацепил. По геймплею он отдаленно напоминал Диабло, но в футуристическом киберпанковом мире. Перевод, конечно, был ужасный, геймплей какой-то муторный, и в общем я ее быстро забросил. Гражданин Кабута тоже с первых минут особого восторга не вызвал, но так как играть больше было особо не во что, я все равно продолжил. Но к моменту, когда я дошел до середины игры, она преподнесла мне множество очень приятных сюрпризов и несколько раз поменяла свой облик. А пройдя ее до конца, я уже стал уверен в том, что это не иначе как одно из величайших творений игровой индустрии. На радостях я побежал рассказывать о своих впечатлениях всем своим знакомым, и начал агитировать их тоже заценить этот шедевр. Но, как полагается, они не разделили моего восторга. Одни знакомые махнули рукой и сказали, так себе ничего интересного, а другие вообще заявили, вот шо это за параша такая, нормальные пацаны только в контрум по сетке рубятся, такие игры у нас не по понятиям, ёпта. Я их реакцию не совсем понял, но и не особо расстроился. Подумал, да ладно, другим не нравится, главное, что мне нравится. И продолжил играть сам. И с тех самых пор до по сей день, я прошел эту игру огромное количество раз, каждый раз заново испытывая тот самый восторг от интересных геймплейных решений. Сейчас же гражданин Кабута безнадежно забыт и остался далеко в прошлом. Однако я с такой кабутовской судьбой категорически не согласен, и сегодня я намерен напомнить вам об этом замечательном произведении игрового искусства, а многих, наверное, еще и познакомить впервые. В истории создания мы сегодня копаться не будем, это не самое главное. Я обрисую ее лишь в общих чертах. Жила-была игродельческая компания Shiny Entertainment, появившаяся на свет в 93-м году, и вы все прекрасно знаете ее первые две работы. Это «Червяк Джим» и «Червяк Джим 2». Ха, как-то сильно много червяков сегодня. В общем, выпустив две игры по «Червяку Джиму», компания начала разработку шутера третьего лица под названием Murder Death Kill, или сокращенно MDK. Лично я об этой игре никогда не слышал. Ну да не важно. Короче, когда игра вышла в свет, пятеро сотрудников компании, работавших над ней, решили отделиться и основать свою собственную игродельческую студию. Так на свет появилась Planet Moon Studios. И первое, что захотели сделать сотрудники новоиспеченной студии, это какую-нибудь прикольную, юморную, необычную игру. В результате этого и появилась игра под названием «Giant Citizen Kavuto». Но, к сожалению, что Shiny Entertainment не смогли выпустить что-то более значимое, чем «Червяк Джим», что Planet Moon Studios больше ничем выдающимся не блеснуло. Единственное, что я в стиме как-то случайно наткнулся и приобрел их вторую работу, сделанную после «Гражданина Кабута». Игра под названием Armed and Dangerous. Когда я захочу отдохнуть от всякой японщины, то обязательно ее заценю. Что ж, довольно при людии, переходим непосредственно к игре. И первое, что мы видим, начав игру, это заставку с двумя гуманоидами, которые летят в маленьком космическом скутере. Судя по их разговору про пикник, они походу летят отдыхать. И тут один из гуманоидов по имени Бас решает вылезти из кабины, чтобы проверить какое-то оборудование. А его приятель плохо его расслышал и подумал, что тот просит закрыть после него кабину. В итоге Бас падает с огромной высоты на землю, матеря и проклиная своего кореша. Вот с этого и начинается наш геймплей. Правда, он не сильно блещет разнообразием, поскольку наш гуманоид может только ходить и стрелять, даже прыгать ему не под силу. И именно поэтому первые попытки сыграть в гражданина Кабута в 2002 году не вызвали у меня особого восторга. Но из-за отсутствия широты выбора в играх я все же продолжил прохождение и дошел до конца первого уровня. В конце мы спасаем от каких-то агрессивных кракозябел мальчика по имени Ахмед, который почему-то при этом называет себя Тимми. Чудненько! А меня Ахмед! Но ты можешь называть меня Тимми! Причем, как оказалось, Тимми скоммуниздил джетпак нашего база, и тот, естественно, потребовал его вернуть. Пацан хоть и вернул джетпак, но при этом набрался наглости, запрыгнул базу на спину и потребовал нести его через шахту. Так как баз остался на неизвестной планете без связи со своими товарищами, он решил последовать очень навязчивому совету этого мелкого придурковатого аборигена. Перед началом второго уровня баз замечает соплеменников Тимми, находящихся на волоске от смерти, поскольку они вот-вот сорвутся с обрыва и упадут в воду к пиране. Тимми же просто махнул рукой, сказав, что это лишь восковые фигуры, которыми некие морские жнецы пытаются их запугать. Офигев от такого заявления, баз напрямую заявил пацану «Разуй глаза, идиот! Это твои сородичи, и они живые!» Осознав свою ошибку, Тимми умоляет спасти их. Вот, собственно, этим нам и предстоит заняться во втором уровне. И вот теперь игра преподносит первый приятный сюрприз. Джетпак нам отдали не просто так, и мы можем его использовать, тем самым взлетая в воздух до тех пор, пока не закончится энергия. Мало того, перед тем, как подтолкнуть непосредственно к спасению аборигенов, игра дает сначала потренироваться в использовании новообретенной способности. Преодоление следующих нескольких холмов над водой прекрасно дает понять, как работает эта игровая механика. Но не следует забывать, что падение с большой высоты здесь наносит урон, а долговременное пребывание в воде тоже может повлечь за собой смерть. Итак, после небольших летных испытаний нам предстоит поймать сорвавшихся четырех аборигенов и доставить их в специальную точку. В награду за их спасение Тимми вручает базу портативную ракетную установку, которую, по его словам, оставил другой такой же пришелец. Баз, естественно, сразу понял, что его непутевый товарищ, выкинувший его из скутера, а теперь и сам потерпевший крушение и висящий на волоске от смерти, находится где-то рядом. В следующей миссии можно заметить, что арсенал уже пополнился, и мы теперь действительно можем стрелять из ракетной установки, которая лупит, естественно, мощнее, но боезапас у нее ограничен, и его надо пополнять. Кстати, кракозябелы, которых мы видели раньше, называются потрошителями. Они бывают трех типов. Совсем мелкие, которые только кусаются и особой опасности не представляют, средние, которые плюются огнем и кусаются, и здоровые, которые в основном стреляют мощными зарядами вдаль. После небольшого тест-драйва нашей ракетницы, мы, наконец, находим непутевого пилота скутера. Как выясняется, его зовут Тел, и первое, что он говорит после спасения, понимаешь, проклятый маленький, вроде стянул на пушку. Естественно, мелким уродцем оказывается именно Тимми, за что он и получает люлей. А Баз и Тел говорят, что с ними летел еще и третий товарищ по имени Редж, и они хотят его тоже спасти, вот только он исчез после крушения. И тут Тимми рассказывает свою историю, оказывается, их народ называется Смарти, или же в переводе от 1С умниками. Жили они себе, не тужили на своих островах, пока не пришли злобные захватчики, которых называют морские жнецы. Но и жнецы начали их всячески угнетать, использовать как рабов, а то и вовсе убивать. Мне кажется, что это либо отсылка к Третьему Рейху, потому что жнецы говорят здесь с ярко выраженным немецким акцентом, либо это отсылка к британским колониям в Индии, потому что народ Смарти носит одежды, действительно похожие на индийские. А может быть, здесь и то, и другое, и это критика колониальной политики в целом. Кто знает. В общем, оказывается, что второй товарищ база Редж тоже угодил в лапы к морским жнецам и надо его выручать. Тимми говорит, что жнецы забрали всех жителей его деревни, кроме его родителей, потому что они живут высоко в холмах. И именно они могут знать, куда уволокли Реджа. Так что в следующем уровне надо будет добраться до шахты, чтобы попасть через нее на нужный нам остров. И угадайте, что? Тела мы спасли не на шару. Он будет не стоять без дела, он будет помогать нам в сражениях. Теперь можно отдавать ему приказы атаковать цель, защищать территорию, переместиться в указанное место или же вернуться назад. Он, конечно, вооружен обычными пистолетами, другое оружие использовать не может, но стандартного потрошителя замочить он вполне в состоянии. Кстати, по оповещению в углу можно понять, что гуманоиды, которыми мы управляем, называются меккарины или же просто мекки. Но это так, для справки, потому что об их происхождении все равно ничего не известно. На самом деле, найденная на этом уровне шахта еще не перенесет нас к конечной цели. В следующем уровне нам нужно будет отправиться еще к одной шахте. И вот этот путь уже не будет таким легким, поскольку на пути к шахте находится полчища солдатов морских жнецов. Это уже не жалкие потрошители. К слову, солдаты жнецов тоже делятся на три категории. Есть обычные штурмовики, стреляющие из автоматической штурмовой винтовки. Есть артиллеристы, стреляющие ракетами. Есть снайперы, которые сидят где-нибудь далеко и могут убить вас с двух или трех выстрелов. Однако, в этом уровне есть возможность сломать игру. Зачем идти напрямую к шахте, если можно просто забраться на этот холм и обойти вокруг? Таким образом, удастся полностью избежать всех стычек с врагами. Дойдя, наконец, до шахты, мы покидаем первоначальную локацию и завершаем первый эпизод. Второй эпизод начинается с прибытия к дому Тимми. Однако, его батя почему-то не очень рад нас видеть. Он отказывается давать какую-либо информацию, ссылаясь на то, что умирает с голода и очень навязчиво требует принести ему мясо. Кстати, о Тимми в это время похищают прямо у него из-под носа. Зато теперь ясно, в кого он такой пошел со своими просьбами. Добыть еду, в общем-то, здесь не так сложно. Нужно просто найти холм, вокруг которого гуляет стадо вимпов, травоядных животных, которыми питается местное население. Ну а дальше остается их только догнать и подстрелить. Все равно, кроме как бегать, они ничего больше не умеют. Кстати, оказалось, что версия, в которую я играл в 2002 году была зацензурена, ведь кровь там была зеленая. Ну а в оригинальной версии, как можно увидеть, кровь стандартного красного цвета. Не понимаю, честно говоря, зачем вообще нужно было менять ее цвет. В итоге, насобирав 20 кусков мяса, мы должны отнести их бате Тимми, который все равно недоволен. Ведь, как оказалось, его жену тоже забрали солдаты жнецов и теперь некому приготовить жратву. А он о ней даже и не вспомнил, пока не встал вопрос о приготовлении еды. Какой образцовый семьянин. Короче, батя продолжает косить под дурачка и говорит, что ничего нам не скажет, пока мы не спасем его жену. Помимо прочего, он подогнал нам маскировочные костюмы, в которых можно прятаться от врагов, но, честно говоря, я им особого применения не нашел. Зато теперь самое время зайти в магазин оружия, который есть на этом уровне. Мало того, что там есть новая пушка, а именно пулемет, который стреляет хоть и такими же слабыми зарядами, как пистолет, но зато очередью. Так еще там есть три вспомогательных предмета. Гранаты, которые можно использовать как оружие, сыворотка, которой можно полечиться и сигнальные огни, которыми можно отвлекать на себя огонь турелей. Кстати, да, теперь нам регулярно еще будут попадаться и вражеские турели. Их бывают два типа. Турели класса земля-воздух, которые срабатывают исключительно тогда, когда вы отрываетесь от земли и сразу начинают пулять вас ракетами. И турели, я не знаю, наверное, общего назначения, потому что они стреляют просто энергетическими снарядами, где бы вы ни находились в пределах определенного радиуса. Так что теперь придется пробиться через внушительную оборону, чтобы проникнуть в цитадель, где держат жену этого придурка. Ну а добравшись до цели, мы можем видеть, как один из жнецов популярно объясняет этой бабе, где ее место. Да, я не толерантный мужлан и горжусь этим, если че. Расстреляв обидчика, теперь наши бравые бойцы с угнетением должны вернуть бабу на кухню, то есть домой. Причем на этом уровне жнецы бросят в погоню все свои силы погоня не прекратится, пока вы не достигнете цели. Ну а дома батя Тимми все-таки намекает своей бабе, что ее место на кухне. Ладно, любовь моя, давай еду. Но перед тем, как отправиться туда, она рассказывает о том, что видела друга база по имени Редж. И не просто видела, а уединилась с ним в кустах, сами знаете для чего. Ну и похоже, что в самом разгаре их настигли жнецы и утащили обоих. Тут еще стало ясно, что жнецами командует некая дьявольская королева Сапфа. Но мы с ней еще встретимся. А батя Тимми, затолкав свою женушку наконец на кухню, в очень невежливой форме опять потребовал очистить соседнюю деревню от жнецов. Да еще и пригрозил натравить своих собак, если они сейчас не пойдут. А ну убирайтесь с моей земли, а не то собак спущу. Жрать! Что за борзый народец, а? Однако батя сказал, что Тимми сделал апгрейд для наших джетпаков под названием Нитро и отдал его нам. Благодаря этому мы теперь можем взлетать еще выше. А суть следующей миссии заключается в том, чтобы разрушить пять бараков, которые непрерывно производят потрошителей. Мой способ борьбы с ними заключается в том, чтобы залезть вот в эту выемку, находящуюся на вершине бараков. Тут никто из врагов не сможет меня достать, и я смогу спокойно расстрелять здание, пока оно не разрушится. На следующем уровне нам необходимо найти дедушку Тимми по имени Барджойзи. Сделать это довольно просто, и можно полететь фактически напрямую, избегая врагов. Дедушка Барджойзи оказывается уже в курсе, что Тимми похитили и даже знают, в какой тюрьме его держат. Кроме того, в той же тюрьме держат и Реджа, которого пытаются спасти наши главные герои. Старик соглашается переправить их на плоту к острову, где находится тюрьма, в обмен на то, что они выручат и его внука тоже. И, черт возьми, дедушка Барджойзи это мой любимый персонаж здесь. Вы только послушайте, как именно он просит о помощи. Вы поможете мне спасти Тимми, потому что я уже старик, и к тому же у меня аденома простаты. Да, фразы этого деда можно смело растаскивать на цитаты. В общем, они отправляются к нужному острову освобождать пленных, и на этом второй эпизод закачивается. Третий же эпизод начинается с того, что они еще не доплыли до острова, а уже видят своего кореша. Естественно, надо сразу же его спасти, но перед этим обязательно стоит заглянуть в магазин, ведь тут открылся новый предмет, а именно силовое поле, которое позволяет поглощать выстрелы врагов. То есть, во время действия силового поля вражеские снаряды будут отнимать энергию, а не здоровье. Правда, на это время лучше всего отказаться от полетов, ведь джетпак подпитывается той же самой шкалой энергии, и на оба предмета ее просто не хватит. Ну, а цель этого уровня убить монстра по имени Сонак, на котором враги перевозят пленного Реджа. Сделать это несложно, главное не поворачиваться к нему лицом, иначе он применит свою звуковую атаку, которая выведет из строя ваш генератор энергии. И тогда уж точно не летать, не использовать силовое поле или другой вспомогательный предмет не представится возможным. Первым же делом после спасения наш горе-казанова Редж рассказывает о своих приключениях с помашей Тимми, за что и получает потом от дедушки Барджози по щам. И этот старик все-таки шикарен. И он не шутил, у нас теперь действительно есть снайперская винтовка, которая отлично выкашивает врагов издали. К тому же Редж стал третьим членом отряда и теперь тоже будет помогать нам в стычках. А лишний ствол здесь, пусть и слабый, очень даже не помешает. Следующие несколько миссий не вижу смысла рассматривать подробно, в них нет ничего особо интересного. Сначала нужно разрушить три барака жнецов, потом уничтожить несколько патрулей жнецов, и в конце концов разрушить три их катапульты, которыми они присылают подкрепления с воздуха. Единственное, что следует отметить, это то, что дедушка Барджойзи подкидывает нам очередную новую пушку перед миссией с катапультами. И должен сказать, это самая мощная пушка на данный момент. Стреляет она очень далеко, зона поражения у нее широкая, и урона она наносит будь здоров. Поэтому старую ракетную установку можно смело выкинуть и заменить новой. Вот это я и люблю в играх, когда все начинается вроде с маленького дохленького пистолетика, но постепенно появляются все новые и новые возможности, и в конце концов собирается уже такой огромный арсенал, что унести все виды оружия и предметов не представляется возможным, и уже приходится выбирать и думать, что лучше взять с собой. Однако пока еще даже не предел возможностей, поэтому двигаемся дальше. Разрушив все в пух и прах на своем пути, мы наконец достигаем цели. Тюрьма Дика Уитингтона, где держат бедного несчастного Тимми. А дедушка Барджойзи уже рад представить новый подарок, который он назвал всплывающей бомбой. Она будет нужна, чтобы разрушить двери тюрьмы, поскольку обычное оружие ее не берет. Хоть старик и сказал, что бомба легкая, как перышки, и носить ее будет совсем не тяжело, на самом же деле она будет очень сильно тянуть вас вниз. Это самый тяжелый по весу вспомогательный предмет, и сильно с ней не разлетаешься. Поэтому бомбу имеет смысл брать только перед ее непосредственной установкой. Кстати, раньше я не придавал этому значения, но теперь я вижу, что бомба конкретно напоминает яйца. Видимо, для дедушки Барджойзи это действительно больная тема, учитывая его аденому простаты, о которой нам постоянно напоминают перед миссиями. Короче, на этом уровне хитрости уже действовать не получится. Перед тем, как поставить бомбу под ворота тюрьмы, нужно основательно подготовиться. Первое, что нужно сделать, это разрушить турели, потому что они не дадут спокойно поставить бомбу под ворота тюрьмы. Во-вторых, нужно перебить всех летающих монстров в зоне видимости, иначе они будут маячить перед носом, как назойливые мухи, не давая сделать ни шагу. В-третьих, нужно избавиться от всех снайперов и артиллеристов, стоящих на башне. Благо, для этого у нас есть снайперская винтовка. Лишь после этого можно вешать на себя эту тяжеленную бомбу и отправиться к воротам тюрьмы. Кстати, сам процесс активации бомбы длится несколько секунд, поэтому лишний раз стоит убедиться, что вам никто не мешает. Ну, а после того, как бомба установлена, нужно сразу же уносить ноги, потому что мощь у нее действительно разрушительная. Однако, все, что осталось после взрыва бомбы, это один полуживой контуженный заключенный. Да, сэр, меня научили таким чудесным песням. Умники, соединяйтесь, допьем эту бочку до дна, старик. Фильтруя бред, который несет этот придурок, дедушка Боржойзи понял, что Тимми перевели в башню пыток. Но тут контуженный внезапно достает миномет и делает выстрел вверх, в результате чего все остальные разбегаются, а выстреленный снаряд падает обратно на него. Безразлично оставив труп заключенного за спиной, дедушка Боржойзи хватает миномет и передает его базу и его товарищам. Вот такой итог ждет нас в конце третьего эпизода. Хоть мы и обзавелись новой большой пушкой, Тимми все еще не спасен и наша миссия продолжается. В начале четвертого эпизода дед приводит героев ко входу в башню пыток и опять же очень навязчиво требует пойти и спасти Тимми. А теперь идите и выбейте дверь в камеру пыток, пока я не умер от старости! Я смотрю, наглости этой семейки не занимать. Теперь наша цель с помощью той же всплывающей бомбы разрушить ворота, которые преграждают нам путь дальше. Должен сказать, эта миссия довольно долгая, потому что хоть ворота и находятся недалеко, но на пути к ним придется столкнуться просто с адовым полчищем войск. Тут и жнецы, и потрошители, и даже пара ведьм появилась. Поэтому придется потратить немало времени на зачистку локаций. Благо с новеньким минометом все это пройдет гораздо быстрее. Кстати, в магазине появился новый предмет, а именно исцеляющий луч. Как можно понять из названия, поглощая шкалу энергии, он позволяет лечить как себя, так и напарников. К слову, только что появившиеся ведьмы наверное самые жесткие враги во всей игре. Мало того, что они быстрые, увертливые и умеют стрелять, так у них еще целый арсенал заклинаний в запасе. Они могут и поджигать, и замедлять, и уменьшать, и становиться невидимыми. В общем, это сущий кошмар. От них лучше избавляться еще до того, как они успеют до вас дойти. Что ж, снеся наконец чертовы ворота, мы наконец добираемся до Тимми. Но именно в тот момент, когда королева жнецов Сапфо призывает гигантского монстра по имени Кабута, чтобы принести Тимми в жертву ему. В этот момент мы наблюдаем за появлением еще одного персонажа, дочерью королевы Сапфо по имени Дельфи. Причем Дельфи является белой вороной среди жнецов. Она не хочет никого убивать, она за мир во всем мире, ну и все такое. Короче, типичный хипан. Увидев гигантского гражданина Кабута, наши бравые мекки начинают паниковать и вызывают еще двух своих товарищей по имени Гордон и Беннет. Они вылетают на своем шаттле, но прибывают слишком поздно и Кабута все-таки успевает сожрать Тимми. Сразу после этого великан хватает шаттл и отправляет его в далекий полет. В конце концов Кабута уходит, оставив всех остальных на растерзание двум своим детенышам. И следующая наша миссия состоит в том, чтобы расправиться с ними. В общем, это наша первая серьезная битва с боссами. И надо сказать, эти гаденыши весьма опасны, особенно вблизи. Они могут просто накинуться и загрызть до смерти. Лучше держаться на расстоянии и уворачиваться от их фаерболов, попутно стреляя в их зеленые яйца. Да, именно туда нужно попадать, чтобы наносить им урон. В конце концов детеныши Кабута откинут копыта и в следующей заставке мы видим скорбящего дедушку Барджойзи, который впадает в отчаяние. Ведь он не только потерял внука, но и осознал, что им нечего противопоставить огромной силе морских жнецов. Теперь его народ ждет либо смерть, либо в лучшем случае рабство. Ну а сердца наших бравых меков были настолько тронуты этой трагедией, что они решили остаться на планете, пока окончательно не выгонят с нее жнецов. Поэтому в следующей миссии нам нужно спасти тех двух товарищей, которых как будто зашвырнул куда подальше. Но для этого нам нужно долететь до весьма далекого берега, на котором располагается следующая крепость жнецов. И в магазине нам весьма кстати стал доступен новый апгрейд, который ускоряет восстановление нашей шкалы энергии. Это позволит нам находиться в воздухе куда дольше прежнего. В итоге достигнув крепости, Баз и его друзья находят Гордона и Беннета. Но все это оказывается коварной ловушкой жнецов, и теперь они находятся в смертельной опасности. Так бы они и стали кормом для морского чудовища, если бы не Дельфи, добрая принцесса жнецов. Она освобождает меков, которые на плоту вместе с дедом отправляются к следующему острову. Причем старик с очень серьезным видом затирает про начало полномасштабной войны и делает очень странное заявление. Пойдем, ребятки. Я знаю одно селение. Я собираюсь научить вас, как строить базы. Когда я играл впервые, меня это повергло в ступор. О какой еще базе идет речь? Но следующий пятый эпизод все проясняет. После небольшого сражения с боссом дедушка Барджойзи показывает какого-то придурковатого робота, который проконсультирует нас по поводу строительства базы. Привет, Мэкки. Возьмите умника и бросайте его сюда. То есть, это была не шутка. И в результате этой странной метаморфозы игра становится наполовину шутером, наполовину стратегией. Сказать, что 13-летний я, фанатевший по Старкрафту, был в шоке, ничего не сказать. Что ж, тогда обо всем по порядку. Этот придурковатый робот сказал нам, что нужно найти рабочих. Их всего 10 штук и они разбросаны по карте. Вот за ними мы и отправимся. Кстати, в нашем отряде уже целых 5 Мекков. С такой-то огневой мощью нам должно быть все по плечу, потому что остальные четверо могут вполне самостоятельно справиться с отрядом солдатов-жнецов. Первое, что я обычно делаю на этой карте, это зачищаю середину, потому что там обосновалась толпа потрошителей, стоит несколько турелей и на башне еще сидит вражеский снайпер. После зачистки можно заняться поиском рабочей силы. Для этого находим белые дома, подбираем бесхозных смарти, которые находятся вокруг них и уносим их на базу. Дальше контуженный робот рассказывает, что для рабочих нужна еда, поэтому следует пойти и поохотиться на вимпов. Благо мы это уже делали во втором эпизоде. Тем более, максимум, который мы можем унести, по-прежнему составляет 20 кусков мяса. После того, как мясо собрано, его нужно выгрузить на специальной площадке перед трактиром. В конце концов, нам станет доступна командная панель, на которой мы можем отдавать приказы о постройке зданий. Сначала возможно построить только мастерскую, но это нужно сделать обязательно, ведь именно там будут находиться все материалы и инструменты, с помощью которых рабочие смогут возводить новые здания. К слову, у каждого рабочего есть полоска энергии, которая расходуется, когда он что-то строит. Если полоска энергии полностью опустошается, то рабочий будет бездействовать. Пополнить энергию они могут как раз-таки за счет еды. Именно поэтому нужно всегда иметь запас мяса. Если закончится еда, то все производство встанет. Поэтому нужно совершать регулярные вылазки, чтобы добыть новую партию мяса, а заодно отразить атаки врагов. Вы же не думали, что жнецы будут сидеть и ждать, пока вы там обоснуетесь и нарастите боевую мощь. Поэтому в сторону нашей базы будут регулярно отправляться отряды жнецов и потрошителей. Причем их количество с каждым разом будет все больше возрастать. Мало того, если жнецы дойдут до вашей базы, то они могут похитить дедушку Барджойзи. И если они успеют донести его до своей базы, то игра закончена. Так что это еще один повод не подпускать врагов слишком близко. Целью миссии является разрушение вражеской крепости. А вражеская крепость может быть разрушена только с помощью старой знакомой всплывающей бомбы. А всплывающую бомбу можно разблокировать только если построить абсолютно все здания и разблокировать улучшение для них. После постройки мастерской нам открывается ряд других доступных зданий. Во-первых, саму мастерскую можно улучшить до генератора силового поля, который даст нашим зданиям дополнительную защиту. Во-вторых, можно построить магазин оружия, а потом еще и улучшить его. Так что да, отныне нам будет доступно бесконечное пополнение боеприпасов. В-третьих, можно возвести командный центр. Но у этого здания нет конкретной цели и мне кажется оно просто декоративное. В-четвертых, можно поставить четыре деревянные оборонительные стены по одной с каждой стороны, а потом еще и улучшить каждую до каменной стены. И после того, как все вышеперечисленное будет построено, нам откроется последнее здание оружейный дом. Наличие оружейного дома освобождает нас от необходимости добывать мясо, потому что теперь рабочие будут сами себе готовить жратву. Кроме того, в оружейном доме доступен ряд уникальных построек. Например, мы теперь сами можем расставлять турели, как общего назначения, так и класса земля-воздух. Если расставить их грамотно, то базу можно будет оставить на какое-то время без присмотра, ведь она сможет сама отбиваться от всяких злыдней. Еще доступны мини-магазины, которые можно разместить где угодно на карте. Их арсенал, конечно, ограничен, но пополнить боезапас в них вполне реально. Также можно проделать подземный ход для быстрого перемещения. Вход, например, можно поставить на своей базе, а выход около крепости врагов. Можно будет внезапно появиться у них прямо перед носом, обстрелять со всего, что есть, и также внезапно исчезнуть. Башни оружейного дома носят скорее декоративную цель, но я все равно расставляю их по разным углам базы, размещаю на них турели класса земля-воздух, потому что чем выше они стоят, тем лучше они будут попадать по летающим целям. И, наконец, мое любимое взлетная площадка. Если построить ее, то нам откроется новый вид транспорта, а именно вертолет. И именно с этого момента практически все ограничения на перемещение отпадают, ведь генератор вертолета намного мощнее, чем генератор нашего джетпака. Можно летать куда угодно, сколько угодно, насколько высоко угодно, и делать все, что только душе угодно. Это именно тот момент, когда игра позволяет почувствовать себя богом. Я раньше в такие моменты любил подниматься на самую высокую точку на карте, смотреть вниз на этих жалких мелких жнецов и насылать на них божью кару в лице мощного артиллерийского обстрела. Обретя такие возможности, даже миссию заканчивать не хочется. Но надо, поскольку открытие оружейного дома сделало доступной всплывающую бомбу. После взрыва вражеской крепости мы видим заставку, в которой Дельфи, дочь королевы жнецов, говорит нам, что шансов в открытом противостоянии у нас нет. И что единственный способ победить, убить ее мать, королеву Сапфа. Для этого она должна отправиться в путешествие, чтобы изучить все тайные искусства морских жнецов. А этими искусствами владеет некий отшельник Ян, Смарти Самурай. Именно к нему она и собирается записаться в ученицы. Кстати, здесь же мы можем видеть, что между Дельфи и Базом начался роман, что особенно ржачно выглядит, когда они целуются через стекло его шлема. В общем, на этом заканчивается пятый эпизод истории Мекков. Однако, следующий экран загрузки снова вводит в ступор, ведь он начинает не шестой эпизод истории Мекков, а первый эпизод истории Дельфи. Вот это поворот! Сначала игра меняет свой жанр, а теперь еще и дает поиграть за нового персонажа с совсем другими игровыми механиками. Сейчас в этом, конечно, уже нет ничего особенного, но для игры 2000-го года это просто революционное нововведение. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз, поскольку объем рассказа у меня получился довольно внушительный, а мы еще даже до середины игры не добрались. Так что на этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр и увидимся во второй части.